Новые скульптурные композиции на Рождественской горожане впервые увидели в День народного единства 4 ноября. А уже на следующий день художник Маковский лишился кисти. Скульптура стала первой жертвой вандалов. Маковский, кстати, когда-то жил на Рождественской. Известного нижегородского художника, его современные земляки, решили фактически лишить профессии. Прохожие, которые заметили пропажу, просто возмущены. Это просто безобразие. Это надо с пяти лет уже знать, что это нехорошо. Мы наоборот были рады, что поставили какие-то новые экспонаты, фотографировали с ними, а что-то напортили. Мало кто ожидал, но пропажа все же нашлась. Бронзовую кисть принесли в отделение полиции. Сегодня утром наши товарищи заехали в милицию, взяли ее, поправили и кисочка возвращается на место. Значит, сейчас она будет укреплена вновь на этом месте. Правда, создатель композиции, скульптор Алексей Щитов говорит, что просто приварить кисть обратно не получится. Бронза – слишком сложный материал. Вот сейчас, когда утрачена кисть, чтобы вернуть ее обратно, это довольно сложный туровенкий процесс. Потому что, чтобы приварить эту кисть, необходимо специальное оборудование. Специальные аппараты, которые варят аргоном, нужны бронзовые трутки. И не каждый мастер может это сделать. Поэтому пока кисточку просто посадят на клей. Но никаких гарантий того, что ее снова кто-то не утащит, как сувенир, нет. Сколько раз возвращали смычок неудачливому скрипачу на покровке. А потому на Рождественской нижегородцам предлагают самим следить за скульптурой. Увидел, что кисти на месте нет, купил в магазине обычную деревянную кисточку, принес и вложил в руки художника Маковского. А на поднос мальчика хлебопека, который уже во второй день засыпали окурками, руководитель проекта «Рождественская страна» Александр Сериков предлагает складывать конфеты и деньги. Я скажу из следующего. То есть город у нас разный. Пусть бедные берут, а богатые кладут. Тогда у всех прибавится. И всем будет хорошо. На воспитание нижегородцев на Рождественской стране, конечно, рассчитывают. Но и как защитить скульптуру от рук некультурных горожан тоже думают. Обещают скоро установить на улице камеру наружного наблюдения. Алексей Александров, Василий Низов. Объективно. ННТВ.